Прямо сейчас, в этот момент, вы исцелены. Дух тебя касается тебя сейчас. Он приходит туда, где ты находишься. Знаете, люди, они тратят деньги. Они тратят деньги на что попало. Люди сегодня, смотришь, спонсируются терроризм. Спонсируется вообще наркобизнес, спонсируется вообще убийство людей. Друзья, везде, везде, везде деньги, 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 люди. И даже война, друзья, это, вы не поверите, но это тоже бизнес. Это тоже завоевание территории, это тоже продажа оружия. Это все, 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 все это бизнес, друзья. Это мерзость, понимаете, настоящая. Но люди, которые должны сегодня спасать вечные души, они сегодня не понимают, что деньги нужно вкладывать в живого Бога. Потому что все остальное, это дьявол. Когда люди спонсируют войну, спонсируют убийство, спонсируют вообще то, что сегодня просто убивает, разрушает, уничтожает жизни людей. Это дьявол. Но, послушайте меня, я так начал об этом думать, я начал размышлять, что разного рода есть люди вообще одержимые, самоубийцы эти, да, камикадцы эти, да, которые просто идут на все. Они жизнью своей жертвуют, не просто деньгами, они жизнью своей жертвуют. Вы можете себе представить, жизнью жертвуют, чтобы... Вы подумайте только на... Чтобы просто убить кого-то, чтобы просто отомстить кому-то, чтобы просто где-то, где-то какие-то там у них нефть, где-то газ, где-то еще что-то, понимаете. Вот они воюют за эти территории. Вот за что идет война часто. Людей на колени ставят, целые народы. И вот послушайте меня, дорогие, когда со мной это все было, я начал размышлять, и у меня такая ревность пришла, думаю, Бог, ну почему сегодня люди такие, христиане такие слабые? Почему, Боже, почему сегодня... Я рассказываю правду вам, как было. Я видел бизнесменов, которых я сам поднимал, они были все в долгах, они были все как в шелках в долгах, да, там. И я их поднимал, они становились миллионерами, и они становились такими гордыми, они непослушными, да, жадными. И многие просто уходили. Я просто смотрел, что успех, благословение для них важнее, чем сам Бог, который их благословил. Их церковь не волнует, их спасение людей не волнует. Ну почему так? И у меня такая ревность была, что вы даже себе не представляете, у меня, у меня сердце сжималось, у меня просто внутри, просто вот так вот перемкнуло конкретно, переклинило. Я помню, как два дня я должен был прочитать стих из Исаии 45 главы. Я знал это, но я не мог его прочитать. Вы не поверите, но я, вот открытая Библия, я не могу его прочитать, Бог не допускает меня прочитать его. И это просто целый день с утра до вечера. Второй день Бог не допускает прочитать мне этот стих. И когда прошло два дня, в один момент Бог мне показывает. В 45 главе в первом стихе Бог говорит царю Киру. Он говорит, я держу тебя за правую руку. Но Бог мне говорит, смотри, Ездрус, смотри. Смотри туда, в Неемию, смотри в эти книги. И потом мне он показывает стих в 44 главе, последний стих. И там говорится, что так, говорит Бог, помазай нику своему Киру. Он пастырь мой. Он восстановит мне Иерусалим, Израиль. Он говорит, восстановит мне храм. И он говорит, я держу тебя за правую руку. И Бог мне говорит, этот языческий царь, говорит, я дал ему ревность. И у него была ревность за то, чтобы храм был построен. И основан, и построен. И поэтому, говорит, я ему покорил все народы. Поэтому я ему дал сокровища сокрытые. Посмотрите, что говорит Библия. Вы сейчас просто будете удивлены крайне. 44 глава, последний стих. Который говорит о Кире. Пастырь мой. Так он же языческий царь. Но он говорит, пастырь мой. И он исполнит всю волю мою. Вот он секрет, смотрите. Сейчас я вам что-то расскажу. И скажет Иерусалиму, ты будешь построен. И храму ты будешь основан. Теперь внимание. Когда Бог мне это показал, я был просто, ну, знаете, немножко потрясен. Потому что он говорит, пастырь мой. Он исполнит всю волю. И вот дальше. Так говорит Господь. Помазанье ко своему Киру. Языческому царю. Я держу тебя за правую руку. Чтобы покорить тебя народы. И сниму пояс из череса цари. Чтобы отворялись для тебя двери. И ворота не затворялись. Я пойду пред тобою и горы уравняю. Медные двери сокрушу. И запоры железные сломаю. И внимание. И отдам тебе хранимые во тьме сокровища. И сокрытые богатства. Дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израилев. Когда мне это Бог проговорил. И я сидел в этот момент. Там был такой диван. Я сидел на нем. И столик этот стоял в Библии. И Бог мне проявил за то, что ты так возревновал. За Дом Божий. За спасение людей. Он сказал. Я сделаю тебя самым богатым служителем в мире. Бог мне дал такое обетование. И появился луч света. И он был как игла. Только такая большая. До самого потолка. Я не понимаю почему. Но это было как знамение. И она держалась. И я ее видел. И Бог мне проговорил это слово. После этого. Вдруг. В моей жизни. Начался кошмар. Меня начали грабить. Обворовывать. Начали просто. И я не понимал, что происходило. Я получил от Бога такое обетование. Но я не понимал, что происходило. Даже когда я говорил людям. Людям говорю. Посмотрите. Тут же такое творится. Если мне никто не верит. И просто у меня отбирали все. И только спустя время. Друзья. Бог мне сказал. Что я просто разрушал все твое старое основание. Чтобы построить новое основание. Для мирового пробуждения. И для того, чтобы ты увидел. Что я исполняю свое слово. Я благодарю, что Бог у меня истерил. Я освободилась от того, что моя бабушка занималась колдовством. Бог дал мне новые печи. Бог освобождает от врага. Наш ребенок был полгода назад. Здоров полностью. В момент стало несчастье. Горе приходит. Знаете, не предупреждает. Наш ребенок заболел. Начал болеть живот. Тошнота. И через три дня он уже был в реанимации. С каждым днем все было хуже и хуже. У него был отек легкий. У него был подключен искусственный аппарат искусственного дыхания. У него был диализ. Тут практически организм не работал. Не работал. После молитвы апостола я почувствовал облегчение, почувствовал такую какую-то подсказку, что все хорошо будет. Хотя, какое хорошо. Там было просто страшно. Я пришел домой и дома молился. И на следующий день, дорогие братья и сестры, я шел в реанимацию. Меня встречает жена и говорит, что ребенок уже ИВЛ, то есть аппарат искусственного дыхания сняли, уже под кислородной маской. Я захожу в реанимацию, смотрю, ребенок мне показывает, что нету трубки, папа, я дышу уже, все хорошо. Дорогие братья и сестры, верьте, Бог всесильный, Бог целитель, Бог всемогущий. И через молитву апостола, пастор Виночку, будете исцелены. Я благодарю, что Бог меня исцелил. Боже, слава Богу! Прямо сейчас, Боже, я молю Тебя за каждого, кто первый раз слушает. Прямо сейчас. Друзья, скажите со мной, Боже, прости мне мои грехи. Я каюсь перед Тобой. Повторите это осознанно, все, кто впервые сталкивается. Скажи, и прости меня, Отец Небесный, за все мои грехи. Я отрекаюсь от дьявола во имя Господа Иисуса Христа. Я отрекаюсь от сатаны, я отрекаюсь от колдовства. Я отрекаюсь от оккультизма. Я отрекаюсь от всякой связи с демонами. Прямо в этот момент, скажи это. Я в этот момент принимаю Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Аллилуйя! Спасибо Тебе, Отец Небесный, за прощение грехов. Спасибо Тебе, Иисус, за прощение грехов. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что Ты сейчас здесь. Аллилуйя! И есть люди, которым надо сейчас помолиться молитвой посвящения Богу. И вы ждете от Бога ответ. Я говорю, да, вам нужно сейчас это исцеление. Ну вот он ответ. Прямо сейчас помолитесь этой молитвой. Великий Бог, я посвящаю всю свою жизнь Тебе на служение. И я отдаю свою жизнь Тебе. Ты исцели меня, а я всю жизнь буду служить Тебе до конца своих дней. Буду ходить пред лицом Твоим и искать воли Твоей. И исполнять Твою волю. Я обещаю Тебе служить до конца своих дней. И прославлять Твое имя. И сейчас я молюсь за исцеление. Дух Святой, прошу Тебя прямо сейчас. Приди. Я вижу пальцы на ногах. Правая нога и на пальцах проблема. Диабет. Прямо сейчас исцеление. Женщина получила. Спасибо Тебе, Дух Святой. Помазание исцеления. Помазание исцеления. Помазание исцеления. Помазание исцеления. Дух Святой. Помазание исцеления. Помазание исцеления. Исцеление, помазание исцеления, помазание исцеления. Друзья, помазание исцеления сейчас двинулось. Люди, даже которые не понимают языка, сейчас перекреживают исцеляющую силу в своем теле. И сейчас я вижу, что какой-то кровоток прямо сейчас восстановлен. Прямо сейчас движение пошло в организме. Сейчас желудок был исцелен. И рак груди у женщины. И очень, четвертая стадия, прямо сейчас исцеляющая сила. Я вижу, как будто рана закрылась. Во имя Иисуса прямо сейчас. Дух Святой. Тепло проходит по вашему телу в этот момент. И сейчас исцеление произошло от артрита. Ноги прямо сейчас были освобождены. Вы были как будто бы одеты в какие-то железные такие валенки. Вот такое было чувство у вас. Но в этот момент вы освобождены от этого артрита. Это был дух. Проклятие артрита, оно разрушено. Во имя Иисуса, Дух Святого. Поджелудочная железа сейчас. На ней действие Святого Духа сейчас. Действие Святого Духа. Вы ощущаете сейчас, ощутили боль в спине прямо. И в этот момент сила Божья вытягивает из тебя. Сила Божья коснулась. И этой болезни нет. Онкологические клетки, раковые клетки сейчас исчезли. Исчезли. Положите руку на больное место. Сейчас. Я разрушаю сейчас рак легких. Убирайся вон рак. Я повелеваю тебе, Дух рака. Убирайся вон. Во имя Иисуса. Принимайте исцеление прямо сейчас. Во имя Иисуса. В крови прямо сейчас полное исцеление произошло. И вы молитесь сейчас. И Бог сейчас дает вам ответ. В вашей крови сейчас произошли эти перемены. Полное исцеление. Боже, я благодарю тебя. Спасибо тебе. Дух Святой Драгоценный. Коснись, коснись, коснись твоей силой. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Кулакова